всем привет с вами дмитрий просолов и канал современный дом сегодня я вам расскажу про новый проект который находится в деревне никулина это современный такой стильный очень лаконичный классный дом но я вам немножко буду рассказывать необычно не с фундамента земли вот эти все работы со стенами а покажу сразу готовую коробку ну она правда не совсем еще закончен ее надо утеплить и поставить окна что будет через три недели всего лишь и в принципе уже внешний облик будет готов а история этого дома она такая необычная поскольку заказчики обратились к нам осенью в прошлом году и попросили разработать всего лишь конструктивный фундамент и его построить и разработать дизайн внутри дома домогатского то есть заказчики предоплатили уже дома комплекту домогатского кто не знает погуглите а он такие выпускает современные фахверки такие стильные домики прям очень много остекления которые имеют каркасники вот но дом был всего лишь 136 квадратных метров а заказчики хотели в него впихнуть невпихуемое как говорится и поэтому мы как дизайнеры должны были все это дело туда засунуть мы же им предложили сделать другой вариант все-таки разработать проект который удовлетворяет все их потребности то есть совершенно новый проект уникальный проект который подходит именно для их контекста для их территории для их участка с их видами и собственно заказчики пересчитали и получилось так что наш дом он выходил по стоимости того же самого дома гацкого и заказчики ну во первых приобретали дополнительную площадь а во вторых выигрывали удобную планировку сейчас если вы повернете если оператор повернет любезно свою камеру в бок то вы принципе увидите как дом этот сейчас выглядит с улицы я же вам предлагаю перейти на участок я вам расскажу поподробнее погнали задача состояла в том чтобы спроектировать такой дом который будет находиться на неровном ландшафте как вы видите у нас здесь дорога которая выше самого участка и соответственно вся вода когда мы уже копали фундамент а это был ленточный фундамент соответственно туда прибывало очень много воды его много раз затапливало много раз обрушался приходилось много раз переделывать так вот а несмотря на то что этот ленточный фундамент он у нас оказался очень легким дом очень оказался таким силуэтным геометричным парящим при этом сама архитектура она очень просто и понятно для заказчика подходит идеально для его функции а это у нас например будет проживать на первом этаже бабушка у них будет общая гостиная на первом этаже на втором этаже будет гостиная только хозяев с хозяйской спальней и в принципе больше жилых комнат в этом доме нет но зато есть оба одна классная изюминка это выход на крышу в современном доме выход на крышу это вообще в лесном массиве просто must have и я всех призываю заказчиков обязательно это делать несмотря на то что участок небольшой всего 13 соток мы смогли разместить дом таким образом что он удобно расположен для въезда то есть у меня есть как бы технический фасад за которым будет находиться какие-то технические возможные помещения какие-то постройки хозблоки при этом перед самим домом у нас открывается максимально такой открытое пространство которое будет видно и из окон то здесь можно сделать какой-то классный ландшафт и при этом мы имеем вид на лес вот за домом с той стороны у нас получается тоже очень такое открытое легкое пространство ландшафтное которое мы также обыграем и будет очень сильно красиво а сам участок за домом повторюсь он будет таким более техническим с подъездом и так далее ну что теперь пойдем вовнутрь я вам расскажу планировку подробнее на гвоздь наступил самом деле повезло что не прошел насквозь так осторожно всем собственный опыт стройка и наступить на саморез это вообще святое дело много раз наступал не сосчитать а за моей спиной как раз будет находиться въездная группа на которой будем попадать на машине на участок здесь же будет находиться главный вход обратите внимание он такой достаточно широкий для того чтобы иметь стеклянную большую дверь 80 90 сантиметров чтобы можно было зайти с сумками с покупками и небольшая такая створочка со штульповым открыванием чтобы можно было открыть обе двери и занести там какой-нибудь диван или там что угодно но при этом чтобы много было света эти двери обязательно идут стеклянные дальше мы попадаем в небольшой такой коридорчик где мы можем раздеться переодеться повесить одежду во встроенный шкаф при этом всегда до для пожилых родителей на первом этаже всегда делается спальня и отдельно санузел чтобы родителям было комфортно пользоваться своим санузлом и не ходить например куда-нибудь в гостиную в санузел в который ходят гости вот таким образом получается вот здесь у нас рядом сразу встречает маленький санузел он родительский можно сказать здесь спальня родителей при этом изначально заказчики хотели сделать две спальни но что-то потом у них поменялось и мы все-таки решили объединить в одну большую такую спальню для родителей получается с двумя такими окнами тоже панорамами тоже в пол пойдемте дальше заходим это у нас самая такая прекрасная часть дома это гостиная которая когда-то опять же была в проекте двухсветный но заказчики потом немножко передумали и решили все-таки этот второй свет закрыть в пользу того чтобы добавить еще одну гостиную на втором этаже которая имеет более прикольный вид на лес вот тем не менее здесь у нас будет находиться такая легкая парящая лестница с большим таким огромным можно сказать окном опять же тоже в лес здесь у нас будет находиться кухня современная кухня небольшая но при этом с островом потому что остров это очень удобно это можно готовить подавать еду сразу в гостиную столовую зону при этом так как здесь нет целой стены это стена из панорамного алюминиевого остекления то связи пространства и улицы очень много таким образом получается что несмотря на то что гостиная маленькая не имеет второго света но целая вот эта вот стена которой по сути нету она и стекла да она расширяет визуально пространство и здесь как будто бы в два раза больше места а здесь вот такой за дверкой у нас будет находиться пост бытовая часть у нас здесь будет находиться стиральная машина сушильная гладилка и так далее то есть здесь всегда дверь закрыта нужно что-то постирать мы заходим сюда как видите дом который по площади всего лишь 140 квадратных метров но он намного более функциональный чем когда-то предложили заказчики чем когда-то им предложили вот и он очень индивидуальный он он прям сделан под их мировоззрение под то как они вот видят этот дом у себя на участке и каждый раз когда они сюда приезжают они прям безумно рады теперь пойдемте на второй этаж который у нас по сути весь является мастер спальни так устроено что весь второй этаж это такая мастер зона в которой находится собственно вторая гостиная она конечно небольшая но по сути здесь же нет кухни да здесь будет диванчик столик какое-то кресло здесь можно посидеть поболтать по телефону почилить на расслабоне в окошко то есть ну просто великолепно просто изумительно здесь есть гардеробная она же спальня да то есть это может быть какой-то кабинетик спальню то есть такая мультифункциональная комната который заказчик в процессе уже жизни в процессе эксплуатации может назначить под себя под свою задачу дальше мы попадаем в мастер спальню она достаточно большая просторная да и я думаю многие из вас подумали что ой дом 140 метров да это же как бы там ничего не вместить а на самом деле а что нужно расположить в доме 140 метров несмотря на то что он маленький здесь есть самое необходимое это огромная мастер спальня огромная с офигенным просто окном во всю стену сама кровать будет находиться здесь вот это это перегородочка которую мы возвели и за ней будет находиться открытая гардеробная проходить смотрите я захожу в гардеробную у меня с этой стороны шкаф с этой стороны шкаф при этом несмотря на то что здесь нет ни одной сейчас лампочки никакого искусственного света здесь света столько хватает что даже вот в гардеробной отлично видно свои ладони и вот я вот смотрю на себя то есть прям даже никакого искусственного освещения не нужно при этом можно в гардеробную заходить и с этой и с этой стороны что очень выгодно ее разделяет поскольку есть мужская часть гардеробная есть женская часть гардеробная как ее будут использовать хозяева это уже как бы выбор их да здесь у нас есть такой небольшой балкончик на который можно также выйти открывается тоже очень прикольный вид и кстати говоря в архитектуре здесь есть такая вот конструкция которая совершенно бесполезная и я допустим часто очень привожу примеры заказчикам что бесполезные элементы в архитектуре они как раз и отличают индивидуальную такую крафтовую архитектуру от типовой потому что типовой это только функционал и в на функционал лепится какой-то декор здесь же просто идет вот такая вот балка она просто консольная висит в воздухе никакого назначения она не добавляет но просто она делает такую архитектуру более интересную какую-то легкую парящую в общем смотрится просто классно в этой стеклянной панорамной стене будет находиться дверь которая открывается мы можем попасть на балкон при этом балкон он почти больше чем наполовину защищен от осадка поскольку над нами есть такой вот навесик до который у нас как раз защищает вот это вот стык стены стык остекления с балконом чтобы никакая вода не затекала чтобы осадки никогда не падали на окна потому что существует такая проблема которая многие заказчики даже не догадываются когда есть большие панорамные такие остекления и над ними никаких нет козырьков то по остеклению течет вода и это стекло приходится постоянно мыть вот чтобы такого не было мы всегда проектируем чтобы какие-то такие навесики они были не только для фасада но и очень функционально выполняли свою задачу вот поэтому здесь такой достаточно большой балкон он же служит навесом надо террасой первого этажа дать по сути такая веранда получается и при этом он защищен вот этим вот козырьком который создает такой эффект парящего легкой архитектуры напомню у нас на крыше есть такая небольшая стеночка называемая парапетом эта стеночка она защищает от попадения осадков чтобы они с крыши как бы не скатывались никуда вниз более того это такая дополнительная защита чтобы нельзя было упасть с крыши опять же вниз да но эти парапеты которые находятся на эксплуатируемой кровли они всегда утяжеляют как бы шапку самого дома для того чтобы этого эффекта избавиться чтобы у нас архитектура смотрелась очень легкой мы как раз и добавляем вот эти вот по периметру консольные плиты да то есть выступающие железобетонные плиты вперед и они как раз вот закрывают визуально с улицы вот эту вот толщину то есть они как бы ее режут и архитектура смотрится более легкой так ну что теперь предлагаю погнали на крышу да по лесенке конечно не так удобно лазить как по будущей полноценной лестнице которая нас будет находиться вот здесь за вот этим вот домиком кстати посмотрите какой формы домик он специально сделан вот такой вот односкатной кровлей для того чтобы она не выделялась с улицы да потому что с улицы когда мы смотрим на современную архитектуру и сверху вот эти появляются такие странные домики они очень портят они вот портят вот эту легкость и для того чтобы как-то максимально разбавить мы сделали такую вот форму то есть прямо по скату самой лесенки то есть здесь вот в этом месте будет находиться наша будущая лестница которая будет идти с первого этажа и вплоть до третьего собственно вот этот вот скат кровли он полностью повторяет марш этой лестнице при этом лестница будет выполняться из металлической конструкции так хотели заказчики для того чтобы сами подступенки они были открытыми для того чтобы она казалась очень такой легкой парящий как и сама архитектура это же окно которое начинается с первого этажа и идет до самой кровли она идет сплошное из алюминия с алюминиевыми такими вот рамочками но тем не менее дает очень много света и выполнять такую функцию связующего звена для всех двух этажей и плюс кровли вот это тот самый парапет про который я вам рассказывал который если бы у нас не было вот этой вот балконной плиты то шапка самого дома лоб он бы таким был бы очень массивным и мощным но за счет того что после него идет вот такая вот плита до который сейчас уже настоящий момент загидроизолирована то получается мы с улицы видим только ее и поэтому архитектура смотрится такой более парящий более легкой и более такой контурный геометричный еще раз отвечу на самый популярный вопрос про кровлю может ли потечь плоская кровля конечно если она сделана не по технологии сделано как-то неправильно то она потечь может но здесь такой сумасшедший пирог здесь гидроизоляция внизу здесь пенополистирол утеплитель здесь идет стяжка с разуклонкой и в принципе это вы уже все видите а еще сверху идет два слоя гидроизоляции при этом все сделано таким образом чтобы водичка она сбегала в специальные для отведенные для этого водосточные трубы которые у нас и будут идти по фасаду и воду отводить вниз на самом деле если подвести резюме то плоские кровли намного реже текут чем скатные потому что в скатных гораздо больше факторов там есть дерево там есть соприкосновение эластичного дерева с гидроизоляциями все это двигается здесь же это все находится на монолитном основании которое неподвижно и если изначально стыки гидроизоляции пропаяны надежно то это будет служить сотню лет и никогда дом не потечет если хотите поподробнее посмотреть про плоскую кровлю то у меня недавно был выпуск на канале посмотрите у олега маргуна мы подробно разбирали все фишки плоской кровли давайте подведем итог вот такой вот дом современной в том состоянии в котором он сейчас есть за исключением что скоро появятся окна обошелся заказчику девять с половиной миллионов вместе с забором опять же в том состоянии в котором сейчас построили мы его за один строительный сезон напишите пожалуйста в комментариях вообще понравился ли вам проект или нет какие у вас есть вопросы обязательно всем отвечу с вами же был дмитрий просолов современный дом пока пока пока